Дорогие друзья, с вами снова Агрошевиф ТВ. Сегодня я вам расскажу о нашем кластерном проекте Кувасай. Он был инициирован группой частных инвесторов, которые вложили свои деньги в этот проект. И проект создается как комплексный. Комплексный подход это главная идея этого проекта. В нем все в одном, все в одном целом. Начиная от производства рассады, выращивания любых видов сельскохозяйственных культур, их упаковки, фасовки, хранения и отгрузки потребителю. Кластерный проект Кувасай создается общими усилиями компании Агрошиев ЛТД и Агрошиев Азия Ташкент. Проект состоит из семи домиков из сетки, то есть нетхаусов и 14 туннельных теплиц. Почему были выбраны эти конструкции? Задача состояла в том, чтобы сделать проект максимально экономически целесообразным, максимально уменьшить затраты на его строительство и получить хороший результат. В этом проекте были использованы максимальным образом израильские сельскохозяйственные технологии. Почему израильские? Почему не голландские? Почему не еще какие-то? Ну, во-первых, Израиль находится в природно-климатической зоне, очень близкой к условиям Узбекистана. Это во-первых. Во-вторых, Израиль смог за очень-очень короткий срок создать свое сельское хозяйство, которое на сегодняшний день является одним из самых передовых в мире. Президент Республики Узбекистан поставил четкие и ясные задачи перед сельским хозяйством Республики о быстром и инновационном подъеме этой отрасли для того, чтобы страна смогла занять свое достойное место и в том числе на международном рынке сельскохозяйственной продукции. Наш кластерный проект был представлен уважаемому господину президенту во время его визитов в Ферганскую долину в этом году, в июне месяце. И мы получили одобрение с его стороны. Ну что ж, дорогие друзья, это первая панорама земельного участка, выделенного под пилотный проект. Вот, Ферганская долина, вот здесь, где ходят барашки и упорно удобряют землю, вот здесь должен начаться наш проект. Ну вот, монтаж продолжается, это следующие секции, следующие. Вот сейчас все на земле будет собрано, а потом аккуратненько за 5 минут на эти все секции поставим. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так, ну что, ребята, ваше мнение? Мне очень понравилось. Понравилось? Хорошо. Значит, будем и дальше так работать. Закрешение монтажа каркаса и подготовка и начало натяжения сетки. Это фито-защитная сетка, которая делает очень много полезных вещей, в том числе защищает растения от вредных насекомых. Здесь очень много работы на этом проекте. Нужно было сделать инфраструктуру, подключить электричество, построить подстанцию, пробурить скважину на очень большую глубину. И вот, наконец-то, пошла первая водичка. Мы видим, вода пока что грязная, это идет промывка скважины, Но скоро водичка будет уже хорошая. Для обеспечения гарантированного водоснабжения имеются емкости резервного хранения воды. Для орошения система фертигации, которая сейчас монтируется. Монтируется система спринклерного орошения. И на подходе монтаж системы капельного орошения. Капельного орошения, как для грунта, так и для гидропоники. Выращивание растений на гидропонике будет на кокосовом субстрате. И у нас на подходе начало монтажа туннельных теплиц. Туннельные теплицы широкого профиля. Ну и вообще-то, вы увидели только лишь начало строительства проекта. Это одна седьмая часть от того, что будет. С вами был Агрошериф ТВ. До новых встреч.